Привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Я сейчас зачитаю письмо, сразу говорю, оно будет длинное. По возможности постараюсь где-то сокращать, опускать какие-то моменты. Если любите историю от подписчиков и разборы мои, то ставим лайк, подписываемся и пишем обязательно комментарии под видео, чтобы YouTube видел вашу активность. Так, здравствуйте, Галина. Я родилась и живу в Казахстане, мне 38 лет. Я не замужем, детей у меня нет. В сентябре прошлого года я отдыхала в Турции, познакомилась с местным курдом из Диарбакыра, младше меня на 6 лет. На тот момент он жил и работал в Измире. Он был отдыхающим в отеле Афалане и в одиночку. Мы общались 7 месяцев в интернете, а потом договорились встретиться на нейтральной территории в Азербайджане. Решили, что каждый платит за себя сам. Мне, в принципе, это было комфортно. Здесь немножко остановлюсь, не к вам вообще, к ситуации с ним, а немножко поясню для девушек других. Я помню, я всегда говорила, что было бы неплохо, да, вариант, когда говорят, как бы для серьезных отношений познакомиться с турком и где. Я говорила всегда, если в отеле постоялись отдыхающий турок, это уже о многом говорит, как бы можно знакомиться. Я хочу отметить, что молодое поколение, ушлые турки, поверьте, очень многие уезжают отдыхать в себя в стране. Они знают, что можно познакомиться с иностранкой в отеле, и можно что-то несерьезное. Как бы с процент с ним на серьезные отношения выше гораздо с такими, как сказать, постояльцами отеля, да. Но знаете, что они все равно едут с мыслью, что если что, там безответственно покрутить роман только во время отдыха. Такие мысли, скажем так, и есть, имейте в виду. В апреле этого года мы встретились в Баку. Я сама купила себе билеты, а он купил для себя. Я была счастлива, когда увидела его в аэропорту. Мы поехали в отель, который выбирали, забронировали вместе, жили тоже вместе, он сам оплатил проживание, ходили по достопримечательностям, гуляли. Буквально на второй день мы отправились в один из музеев искусства, который я очень хотела посетить. В это время там проходила частная фотосессия одной посетительницы. Местную девушку в черном платье фотографировала русскоязычная фотограф. Я обратила внимание, что краем глаза он посмотрел на ту, увидела, что он стоит возле них и смотрит, как проходит фотосессия, а также что-то им говорил. У меня было предчувствие, что что-то так и будет. Скажу, что по натуре я очень ревнивый, тревожный человек. Ревновала его даже в период переписки по интернету, соцсети, подписки проверяла. Из-за этого он у меня даже удалил из друзей, хотя женщин там было вроде немножко, а сейчас даже и уже не знаю. Я очень расстроилась, что он посмотрел на другую женщину на второй день нашего пребывания там, хотя не скажу, что она была красавицей. Обычная, но вроде местная. Я устроила ему скандал, а когда мы отошли, я толкнула его с силой и пнула ногой по светлым брюкам прямо там в музее. Я дергала его за кофту, ругалась, злилась и стыдила его. Я что-нибудь не понимала, почему так происходит. Там в музее со мной случайно заговорил какой-то работник на русском. Я решила нарочно поддержать с ним беседу, смеялась, шутила, хотя эмоционально было совсем не до этого, чтобы мой друг тоже слышал это. Тем временем он просто молчал, стоял у лестницы и ждал меня. Когда мы вышли из музея, я ушла в другом направлении, куда глаза глядят, и два дня мы провели порознь. Ночевали в комнате отеля, а утром расходились по своим углам и молчали, не разговаривали. Хотя объясняться и так было тяжело, мы не говорили на одном же языке. А здесь что-то выяснить и подобрать было нелегко. У меня тоже была запланирована фотосессия, о которой я договаривалась еще дома. Также ходила сама по интересным местам, проводила время сама в течение двух этих дней, а потом приходила в номер и ревела. Даже уезжала как-то ночью в другой отель, потеряла там деньги. Мне не вернули то, что я заплатила, хотя в отеле я не осталась, но он не понравился мне. В итоге он забрал меня оттуда ночью, и мы вернулись в наш отель. Позже пытался помочь договориться в том же отеле, чтобы вернули деньги, и мы ездили туда несколько раз, но гостиница не пошла навстречу категорически. В номере он не хотел говорить о той ситуации, когда мы поссорились, не оправдывался, ничего не объяснял. Был зол на меня за то, что я не сдержала эмоций. И, судя по всему, вообще не считал, что он виноват. Что это было по меньшей мере некрасиво, неприятно для меня. Сказал, что всего за 32 года даже отец его никогда не тронул пальцем. Не то, что какая-то женщина. Мне было очень больно, что он таким образом все испортил. Я продолжала выяснять отношения, мы ругались как могли на английском, на турецком и через переводчик. Но затем мы начали говорить спокойно. Я решила, что надо провести остаток отпуска без скандалов, а после этого просто не будем общаться. Но обида сидела внутри. В аэропорту расстались быстро, но он поцеловал, обнял и сказал спасибо за все. После приезда он не написал ничего. А потом он заблокировал меня на полгода, восклицательные знаки. Сказать о моей боли невозможно. Я не могла найти себе место, не понимала, как он так мог поступить со мной. Просто играл, играл в любовь. Но тогда зачем ехать в другую страну навстречу? Тем более эта поездка была финансово непростая для нас обоих. У меня были эмоции, ревность. Только боль, бессонница, мысли, сны различные. Все это растянулось до настоящего времени. Я влюбилась в него еще до встречи, по переписке. А когда увидела в реальности, чувства мои стали только сильнее. Кроме того, я уже немного понимала его. Даже когда он говорит только на турецком. Через полгода, зная, что в сентябре у меня отпуск, он разблокировал меня. Мы не общались, но он заходил на мою страничку. В это время был мой очередной отпуск в Турции. С ним я не надеялась увидеться. Хотя мучилась душевно все это время. Хотела поехать просто так отдохнуть, развеяться. Когда я прилетела, он неожиданно написал мне, что хочет увидеться, так как видел фото в Турции. За это время он уехал уже из Диар-Бакыра, сменил работу, жил там же, где его родители. Чтобы приехать в Анталью, ему нужно было купить билеты. Все это время он писал, что купил билеты, приедет, если я согласна. Я не знала, как мне себя вести. Долго ему не отвечала. Ходила на пляж, думала об этом. Потом ответила просто, ладно, приезжай. В итоге мы так и не встретились, так как выяснилось, что отель не пускает одиноких мужчин. И жить он мог только в моей комнате с доплатой. Я не хотела жить вместе, но хотела его увидеть. Он наставил на совместном проживании, а другой отель снимать не желал. В итоге, пока мы не могли определиться с этим, и были вот эти все разговоры о том, что он не хочет вспоминать прошлое, что я с ним сделала, в итоге мы так больше не увиделись, если не договоренность по отелю. Сейчас мы переписываемся иногда, но редко. Интереса с его стороны, конечно, уже нет, как было раньше, в период начального общения. Были разговоры о том, чтобы увидеться в декабре в Стамбуле. Но в друзья он не принимает меня, а ватсап больше не использует для связи со мной. Его номер я удалила. И больше он не предлагал возобновить этот способ общения. Общались по видеосвязи, но общение было коротким, не таким глубоким, как раньше. Все это история с ним меня сильно подкосила. Состояние было похоже на депрессивное. Ничего не хотела сделать, работала на автомате. Очень люблю его, не знаю, как забыть. Даже сейчас пишу, а у самой ком в горле. Стоит ли еще раз с ним встретиться или попытаться забыть его навсегда? Заблокировать? Но сил на это нет. Ведь забыть с апреля так я и не смогла. По-прежнему плохо сплю, переживаю, страшно ревную. И не могу понять, что делать дальше. Хочу увидеть его еще больше. Могу поехать в декабрь в Стамбул. И он говорит, что может оторваться от работы на несколько дней и приехать увидеться со мной. Помогите, пожалуйста, разобраться. Хотя, по сути, я знаю, что будущего нет. У него традиционная семья, но сам он более свободных взглядов. Теперь только о нем и думаю. Другие мужчины совсем мне неинтересны. Пробовала общаться с другими из Турции. Сердце никто не тронул. Хотя турецкие мужчины нравятся. Были романы. Пожалуйста, если интересно для эфира, прошу рассмотреть с уважением и благодарностью. Я приглашаю вас посетить мой лекторий здоровых отношений. У нас с вами пройдет 4 лекции в закрытом телеграм-канале, доступ к которому у вас остается в течение трех месяцев. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение трех месяцев в любое удобное для вас время. Лектория стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязей. То есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение двух недель. Будет уникальная возможность, приобретая 4 лекции с информацией, также получать консультации психолога. Темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровое отношение, определение токсичных. Какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку ее формирования. Насколько она важна в взаимоотношениях с партнером. Личные границы. Как они важны в отношениях. Как их расставлять. Я вам дам схему личных границ. Если у вас есть страх, возможно говорить нет. Отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь. На здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса лектория. Вы можете написать в теме письма. Хочу в лектории. Я вам пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что лектория стартует 5 декабря. Прекрасный повод сделать себе приятно. И начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на лектории. Что я хочу сказать. Я в принципе могу предположить. Из того, что вы написали, что происходит с точки зрения психологии. Если вы меня спрашиваете по-житейски. Типа общаться с ним дальше нет. Если понимаете в принципе будущего нет. Как его забыть и вообще что с этой ситуацией делать. Разбираться. Я могу предположить, что вы сейчас проживаете, переживаете. И в какую ситуацию попали. Вот то, как вы описали свое физическое, психосоматическое состояние. У вас скорее всего очень сильно все это напоминает тревожный тип привязанности. Любовной зависимости. Любовный тип привязанности. Он тревожный. Я вроде бы об этом уже видео раньше когда-то на канале говорила. Но кстати об этом у нас в лектории и будет. На первой лекции. Типы привязанностей. Надежная, тревожная, избегающая. Я объясню ситуацию психологически. Что у вас произошло на этой встрече. И немножко про вас. Я конечно же назовем так пальцем в небо. Я предполагаю, что так может быть. Если вы так почувствуете себя. Очень часто после моих разборов. Когда мне пишут ответную реакцию авторы писем. Обычно я практически всегда попадаю в 100%. Вы меня не знаете. Рассказывай все просто про меня. Я типа в шоке. Это просто работа такая. Я не фанг. Людей издалека не вижу. Например. Шары тут видите не замечаете. Магии никакой нет. По поводу ситуации. Вы человек в принципе ревнивый. Тревожный. Очень сильно боитесь, что вас оставят. И любые вопросы доверия. Не только с партнерами в любви. В принципе с друзьями. Знакомыми по жизни. У вас это больная тема. У вас очень. Если мы спросим. Что вы смотрите в человеке. Важное для вас. У партнера. Которым бы вы начали встречаться. У вас первое будет доверие. Честность. Правдивость. Не знаю. Меня не игнорируют. Отвечают на звонки. СМСки. И так далее. И вы привержены еще полного слияния с человеком. С партнером своим. То есть максимально проводить вместе времени. Тем самым не давать ему личного пространства. Или такие примеры могли быть в вашем прошлом. И такие причины. По которым вы может быть заканчивали какие-то отношения. Или были скандалы с партнерами. Что им не хватало с вами воздуха. Свободного пространства. Вы слишком навязчивые. И так далее. Или вы там спешите с событиями. Их быстро. Как бы просите каких-то действий конкретных. Ну короче вот все такое. Это прям характеристика. Я просто рассказываю. Вот этой тревожной привязанности любовной. Ваш партнер. Что вообще на самом деле там произошло на встрече. Вы уже влюбились в него. Так и пишите. Уже в переписке. У вас уже вот эти отношения в вашей голове были. И ревность и тревожность. Вы уже за ним просто сталкивали его. Он же вас из-за этого удалил. Из соцсетей тогда. И там не ведет с вами контакта. Изначально до этой даже встречи. Помните? Он меня удалил. Его в самом начале писали. Потому что вы ему уже тогда сталкерили. И не давали ему личного пространства. Даже в соцсетях. Ваша ревность. Вы слишком много на себя брали внимания. Непонятно по каким причинам согласился с вами все-таки встретиться. Если ему это уже не нравилось. Могу сделать как бы выводы. Но дал какой-то шанс. И навстречу вот в это ваше поведение. Я не беру. Здесь нет такой, скажем так, оценки. Мог он с этой девушкой или фотосессией этой фотографом или с моделью говорить или не мог. Мы не знаем о чем он там говорил. Знаете? Ну просто small talk человеческий. Никто не отменял. Раз. Два. Может быть он договаривался на фотосессию с вами. Как подарок может вам хотел сделать. Или еще что-то. Такое тоже может быть. Но короче говоря, ваши действия в тот момент и ваша ревность для него были очень не только обидные, а оскорбительные. Вы его оскорбили своим поведением. Он так и сказал. Да мне даже отец за 32 года не посмел меня тронуть пальцем. Хотя не забываем. Курдская семья из Диарбакыра. Клановая. Курдская. Я не говорю, что они всех детей, например, бьют. Но в таких семьях традиционных, как вы и написали про них, что они традиционные. Ну я скажу так. К рукоприкладству или воспитанием, назовем так, ревнем, относятся снисходительно. Я не говорю, что это там все делают вообще ни в коем случае. Никому ничего не приписываю. Но отношение к этому могу вам сказать какое. Если его папа пальцем не тронул или мама. Это очень хорошая семья. Они любят своих детей. То есть он про что говорит? Он вам показал, что вы его оскорбили. Обидели своим поведением. Но он просто убедился дальше, что с вами нечего ловить. Вы не меняетесь. Он приехал, проверил. Видит, что вы все равно такая же ревнивая, как в интернете. Не даете ему пространства. Пнули. Вот эта вся история. Ваши бурные эмоции. Не подходите. Почему он дальше продолжает сейчас общаться? Честно скажу, не знаю. Я думаю, что у него есть какая-то потребность в любви, в эмоциях. Вот в этом во всем. Ему хочется, чтобы его любили. Или чувствовать, что ты кому-то нужен. У него такой запрос, возможно, есть. И поэтому он с вами продолжает общение сейчас. Вы ему интересны до сих пор. Он изредка, видите, осторожно проверяет, изменились вы или нет. Он вам все равно какие-то шансы сейчас дает. Про встречи, про декабрь. Но хочу отметить. Возможно, он хотел просто постели интима. Если он из такой религиозной или атмосферы такой выращенной, набожной, когда до свадьбы не-не и правильно воспитан, как вы про него там, собственно, говорили про его семью немножко, то с вами уже был контакт. И с вами легко это получить. И это его общение, вот эта встреча на 2-3 дня в Стамбуле в декабре для этого, скорее всего. А у него, конечно, симпатия есть, но это использование. Сразу говорю, не про любовь, отношения и будущее, которые вы сами и не видите. Он с вами этого тоже не видит. Он просто хочет воспользоваться этим шансом. Почему я так думаю? Потому что он в Анталии тогда очень сильно, категорично настаивал, чтобы вы жили с ним в одном номере. И вы из-за этого, по сути, из-за принципа, пошли на принципы, не договорились и не встретились. Видите, какое у него условие? По сути, я перевержу на человеческий язык. Мы с тобой будем спать в одном номере? Тогда я приеду. А вы уперлись, сказали нет. Вот эта история не принимает отель одиноких парней. Он турок. И как бы это ни было, мы, может, всегда будем честны занести где-то деньги, договориться просто. Его бы... Отель... Вот смотрите, как интересно получается. Отель, где он хотел остановиться, одиноких парней не принимает. Больше вокруг отелей нет. Но если он приносит денежки в отель, где вы, к вам за деньги подселиться, он может. Но это же... Вы видите, что это вранье. О, даже если есть отели, где... Я знаю, что прекрасно, есть семейные отели, семейные пляжи есть, где одиноких не пускают. Абсолютно верно. И это есть. Но вокруг в Анталии отелей, вы, простите, куда ни плюнь на каждом шагу. Ну, что за бред. Найти другую возможность для одинокого парня абсолютно было возможно при его желании. Все. Договориться можно. И поэтому я делаю выводы, что ему нужно доступ к телу, назовем так. Ему так проще. Он вас и знает, и чувства какие-то есть. И было уже там что-то с вами. Поэтому... То есть это ни про что, ни серьезное, ни никакого будущего. Это про плотское, я бы сказала, да? Про физическое. Если мы берем его интерес. Что касаемо вас. Я больше скажу, это не первый мужчина в вашей жизни, которого вам трудно забыть, с которым трудно расстаться, которому у вас прикипело. Вы всегда влюбчивая. Про доверие очень важно. И про ревность, и про максимальное слияние с партнером. А вот эту надежность, доверие, стабильность, что меня 100% не бросят, не кинут, не предадут, не обманут, не изменят. Мою тревожность... Это что дает понижение тревожности, эти ощущения. То есть я могу стабилизировать свою базовую тревожность в таких отношениях. Потом у меня тревожный тип привязанности формируется. Максимально влюбляются, тонут в партнере. И до последнего его либо оправдывают, видят в нем хорошее, закрывают глаза на плохое. Лишь бы не было самого важного момента разрыва, если он настанет. Здесь проблема пережить боль, разрыв, если с тобой расстаются. Вот эту боль, вот этот удар. Потому что в этот момент у вас, скорее всего, если такое было, то у вас может быть еще посттравматическое расстройство. То есть когда вас, например, в реальной жизни бросают, расстаются, отвергают, в этот момент вы просто как флешбеком перемещаетесь в тот момент психотравмы, которая вообще все это закладывала в детство, например, в первые отношения или еще куда-то. И вы начинаете проживать те же эмоции и реакции. Вот даже больше скажу, вот эти реакции, когда вы его пинали, дергали, ревновали, это уже очень напоминает тому, что вы уже проявляете эти эмоции, проживаете. То есть несоразмерно то, что он делал, говорил с людьми, и ваша реакция. То есть ваша реакция не потому, что он сейчас здесь такой плохой и сотворил что-то ужасное, а потому что вы в этот момент провокации, некоей его, как вы считали, провокации, реагируете эмоционально так, как было когда-то в прошлом, когда вы кому-то там где-то не ответили или так не могли в какую-то силу чего-то, возраст обстоятельств, ситуации реагировать. Вы это доигрываете. Так что здесь надо, вот если вы у меня задаете вопрос, подводим итог, конкретно с турком. Если вы хотите легких отношений на 2-3 дня условно переспать с ним, вы можете, пожалуйста, встречайтесь, съедьте. Ничего серьезного там не будет. Если вы хотите себя тешить этими надеждами, едьте, общайтесь, надеетесь на будущее, если вы мне не верите, да? Но я вам говорю, вам будет больно, вы будете страдать, вы впадаете в невротизм, когда любовь равно боль, мучить себя будете. Зачем вам это надо? Поперегите вообще себя, свою психику, лишних стрессов себе и поднятие тревожности, которая у вас есть. Вообще вам это противопоказано. Вам в такие амурные дела с страданиями лучше не влазить. Вы себя хуже делаете, у вас тревожность повышается. Вы не спать, не есть, вам психосоматика сразу а-ля депрессия вы написали. Вот она реакция вашего организма. Будет еще хуже. И если у вас будет неоправданное ожидание. И последний момент по поводу вашего вообще состояния, как разлюбить, как от этого отойти. Я вам сразу говорю, вам надо к психологу. Или к психотерапевту будет еще лучше, потому что, я скажу, если у вас установится тревожное расстройство или повышенная тревожность, потому что психотерапевт или психиатр сразу с правом выписывать вам медикаменты. Если вы пойдете просто к психологу, можно с этим работать, выбрать направление для себя. Это все вообще реально. Но вам надо будет тогда еще посетить, если у вас что-то будет повышенная тревожность, вам надо будет все равно взять консультацию, встречу психиатра или психотерапевта, для того, чтобы они вам выписали, скорее всего, транквилизаторы, какие-то сетативные моменты, для того, чтобы понижать вашу агрессивность, тревожность и так далее, чтобы вы могли себя контролировать. То есть я к тому, что здесь надо комплексно подходить, смотреть, то есть сами вы справиться можете, но это будет очень трудно, я вам сразу говорю. Блин, займитесь просто собой, своим качеством жизни. Вот я к тому, что потратьте деньги не на поездку в декабре, а на встречу с ним продолжать свои вот эти травмы все, повышать тревожность и мучиться потом, в депрессию впадать, потому что он там 100% разочарование какое-то. Это не то, он мне уже априори не дает вам то, чего бы вы хотели. Где-то там, назовем так, вы мучаетесь с ним. Потратьте деньги вместо билетов, купите себе сессию у психолога или у психотерапевта, займитесь своим здоровьем. И вы потом будете радоваться жизни, быть счастливы, просто если вы поедете потратить деньги на это, ваша проблема не решится, вам будет, скорее всего, только хуже. Делайте как бы выводы, психологи советов не дают, это только на ваше усмотрение, психологи дают рекомендации. Я вам просто сейчас сказала со стороны, как я вижу вашу ситуацию, какие-то причины. Если вы вот сейчас меня слушали и чисто считали себя, я была права в ваших реакциях, чувствах, ощущениях, прошлым и всем прочим, то я вам сразу говорю, блин, не тратьте время на ерунду, сходите к специалисту, он вас диагностирует, скажет, что как, скажет, разберет с вами все, поработайте с психологом, начните жить счастливо без вот этих эмоциональных закидонов, перескачек различных, ревности, тревожности и так далее. У вас будет другой уровень жизни, вы будете счастливы. Но если у вас нет, например, финансов, кто-то такое же слышит, эту историю на себя применяет, нет денег пойти к психологу, психотерапевту, но жить так тяжело и плохо, я вам сразу говорю, несколько накидываю. Первое, мы не повышаем тревожность, держим ее под контролем, то есть не создаем провоцирующую ситуацию, которые могут повышать тревожность. Второе, надо выяснять, чего я боюсь за тревожностью, всегда стоит базовый страх, тревожность — это проявление страха, понять, что у меня за страх, чего я боюсь, в какие моменты у меня тревожность подскакивает, то есть надо с собой работать, разговаривать с собой на эту тему. И если мы берем психологию, посмотрите, почитайте книжки, просто погуглите, возьмите самые для начала популярные, просто про тревожные типы привязанности любовных, это вам точно надо посидеть, поизучать. Второе, обратите внимание больше на тревожный тип привязанности, если у кого-то избегающий, может быть, тоже похожая история, то есть если кто-то в себе это знает, короче, изучайте эту тему, и вообще про тревожные расстройства почитайте, о базе, о причинах и так далее, вы там тоже, потому что всегда в книжках есть инструкция, в принципе, можно понять из прочитанного, что надо делать, чтобы тревожность твоя не повышалась. Вот такие у меня рекомендации, если кто-то хочет прислать свой разбор, пожалуйста, в инфобоксе под видео «Моя почта», и на почту вы можете написать «Тема письма», письмо от анонима, например, мы разбираем, пожалуйста, абсолютно бесплатно на канале, я вам снимаю видео с ответом на вашу историю. Если вам нужна индивидуальная консультация со мной как психологом, тема письма консультации, я вам вышлю информацию стоимость условия индивидуального консультирования. И третий вариант, например, вы можете написать «Хочу в лектории», я вам вышлю условия стоимости лектории, которая у нас состоится 5 декабря. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев под видео, скоро увидимся, всем пока!